На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Лаборатория изнутри. Распотребнадзор увеличивает исследование тестов на коронавирус. Наш сегодня специальный репортаж. Полезный подарок. Международное объединение Алашара и ее лидер подарили республиканской больнице аппарат искусственной вентиляции легких. Барьеры здоровья. Почта России усиливает меры безопасности в противодействии распространению коронавируса. Храм в душе. Православные на самоизоляции отметили религиозные праздники. Троицу и Духов день. Сегодня министр здравоохранения Казим Шаманов провел встречу с жителями Малокарачаевского района. Они жаловались на то, что находятся в больших очередях на прохождение тестов и КТ-исследований. Высказали министру недовольство объемами оказываемой медицинской помощи. И сегодня вечером перед нашим эфиром мы получили официальный комментарий о принятых решениях после встречи с жителями Малокарачаевского района. Первое. С завтрашнего дня частная лаборатория бесплатно будет делать до 200 тестов в день всем жителям, кому положено эти тесты делать. Помимо тех, кто уже сейчас производится по линии Министерства здравоохранения. Второе. Сделано решение и подготовлен договор с фирмой Кисловодский, которая будет делать КТ дополнительно к тем исследованиям, которые уже производятся на КТ-аппарате в Малокарачаевском районе. Еще в Кисловодске будут делаться по направлению врачей Малокарачаевского района строго по показаниям по необходимости назначения этого исследования. Третье. Дополнительные медикаменты, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, будут направлены по заданию Министра здравоохранения в дополнительно Малокарачаевский район. И будут выдаваться пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения больных. Есть четкое указание Министра о том, чтобы пациенты Малокарачаевского района при показаниях для госпитализации в один из госпиталей нашей республики по лечению коронавирусной инфекции имели приоритетное право, учитывая удаленность района, учитывая длительность доставки этого пациента, с тем, чтобы пациенты от этого не страдали. По результатам поездки Министра здравоохранения Карачаевской республики Шаманова Казима Затальевича в Малокарачаевский район назначена внеплановая проверка деятельности медицинских организаций Малокарачаевского района. И исполняющему обязанности главного врача Малокарачаевского района назначена Сазарукова Марьяна Борисовна. И весь из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике 1729 подтвержденных диагнозов. Из них 536 выздоровели. 606 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в полной изоляции. На заседание оперативного штаба главой республики Рашидом Тимрезовым была поставлена задача увеличить количество бесплатных тестирований на COVID-19. По количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения Карачаево-Черкесия по-прежнему находится в числе лидеров в Северокавказском федеральном округе. Как проводят тестирования на коронавирус в Центре гигиены и эпидемиологии республики, выяснял Али Боташев. Мы находимся на высоком плате по заболеваемости. То есть у нас нет и значительного роста, но нет, к сожалению, и снижения заболеваемости. Поэтому вот сейчас, я бы сказал, пиковая нагрузка и на лабораторное звено, потому что самое большое количество исследований вот в эту последнюю неделю происходит. За одни сутки, 8 июня, лабораторией Роспотребнадзора проведено 1116 исследований на коронавирус COVID-19. Это рекордная цифра с начала распространения инфекции. Исследования проводятся в круглосуточном режиме. Двери лабораторий закрыты для посторонних лиц. К окошку учреждения подъезжает скорая, и специалист доставляет новые объекты для исследования. Эта процедура уже стала обычной и повторяется каждые несколько часов. Еще в апреле количество тестов на коронавирус в республике в сутки составляло десятки, затем сотни, а теперь превышает тысячу. Если взять на 100 тысяч населения, это довольно-таки объективный показатель, у нас этот показатель превысит 220 исследований за неделю, средний показатель на 100 тысяч населения. Поэтому показателям мы уступаем только, а может быть даже уже сравняли, с Северной Осетии, это если взять республики СКФО. Но превышаем показатель Старопольского края больше, чем в два раза. Поэтому сейчас объем, и мы еще, наверное, немного увеличим количество, потому что я знаю, что существует небольшая очередь на тестирование. Но максимально до 1200-1300. В Центр гигиены и эпидемиологии командированы еще четыре специалиста из ПЦР-лаборатории медучреждений республики. Кроме того, сюда доставлен современный амплификатор для выполнения анализа. Еще один аппарат должен поступить в ближайшие дни. Анализ выполняется методом ПЦР. Насколько точны проводимые тесты на коронавирусную инфекцию и не мешает ли количество качеству? В лаборатории существует несколько этапов исследований. То есть есть какие-то тесты, которые однозначно сразу же выдают положительный результат. Те, которые выдают сомнительный или отрицательный, ложно-положительный, их переставляют повторно. И там уже, ну, я бы сказал, что на выходе у нас 99,9% точность соблюдается. Люди работают. Работают, не покладая рук, вот уже третий месяц. В круглосуточном режиме, еще раз повторюсь, мы работаем и ночью, и днем. В выходных праздников нет абсолютно, то есть в ежедневном режиме. Поэтому пока справляемся. Как будет дальше, посмотрим по развитию ситуации. На сегодняшний день в учреждении сформирован двухнедельный запас тест-систем. Тревогу Роспотребнадзора вызывают многочисленные нарушения режима самоизоляции жителями республики. Многие жители нашей республики, к сожалению, уже посчитали, что пандемия завершилась. И уже можно спокойно, без масок ходить по улице, заходить в магазины, ездить в общественном транспорте. И они, к сожалению, ошибаются и очень часто оказываются на больничных койках. Заболеваемость у нас продолжается. У нас очень много вирусоносителей в республике, в том числе бессимптомных. Существует риск заразиться в любой момент, в любом учреждении, в автобусе, при общении с кругу семьи. У нас очень много очагов именно семейных. Более 50% заболевших заразились в кругу семьи при тесном домашнем общении. Роспотребнадзор призывает соблюдать меры предосторожности и напоминает, что режим ограничительных мероприятий в республике продлен по 15 июня включительно. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В республиканскую больницу доставлен новый аппарат вентиляции легких. Его подарил ковид-госпиталь у заместитель председателя Народного собрания Карачаева, Черкесии, президент Международного объединения Лошара, Мусаик Зеков. Подробности у Али Баташева. Новый ИВЛ – новому госпиталю для лечения пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Современный аппарат «Фаза-21» российского производства приобретен заместителем председателя Народного собрания Республики и президентом Международного объединения Лошара Мусоик Зеков. Мусо Хабарович с первых дней, как пандемия началась, коронавирус, он помогает людям. Сейчас это вообще самое актуальное, потому что у нас пик в республике. И посоветовавшись, естественно, с Минздравом, с парламентом, с депутатским корпусом и так далее, все все-таки пришли к такому решению, что новый госпиталь, который открывается здесь, на 80 мест, и менее укомплектованный он. К этому аппарату ИВЛ можно сразу подключать двух пациентов. В условиях пандемии это очень значимо. Каждый аппарат для нас ценен. Хотя у нас пока нет ни одного пациента на этих аппаратах. Мы пока обходимся тем кислородом, который у нас есть во всех патах. Спасибо. Вот было все сделано правительством, как положено. Но аппарат – это всегда спасенная чья-то жизнь. Это, безусловно, каждый аппарат – это не одна спасенная жизнь. Сказать, насколько это ценно, просто невозможно, из-за того, что жизнь сама бесценна. А с помощью этих аппаратов мы можем спасти жизнь человека и не одну. Потому что в данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, дыхательные аппараты – это именно вот та живая вода, которая необходима пациентам. Поэтому, конечно, еще раз спасибо огромное. Ну, будем надеяться, что это не последняя ласточка, а первая. Мусаик Зеков приобрел для республики еще один аппарат ЭВЛ «Филипс», который также доставит Черкесск в ближайшие 10 дней. Алибаташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. А сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаевой Черкесии переменная облачность, местами и кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-18. Температура ночью плюс 12-17, а днем 28-33, выше нуля. А в горах ночью местами до плюс 11, днем до плюс 26. В Черкесии ночью без существенных осадков, после полуденные часы, кратковременные дождь и гроза. Температура ночью плюс 15-17, днем 31-33 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это главная вести республики. Мы работаем в прямом эфире. В целях обеспечения безопасной работы отделения почтовой связи в соответствии с рекомендациями Распотребнадзора в отделениях почты устанавливают мобильные барьеры. Преимущество этих конструкций в том, что они создают противовирусный барьер со всеми клиентами. Защита персонала и клиентов сегодня является важнейшей задачей для руководства Карачаево-Черкесского филиала Почты России. Во всех отделениях почтовой связи усилены меры санитарной обработки. Сотрудники обеспечены дезинфицирующими средствами. В случае, если посещение отделения почтовой связи неизбежно, руководство филиала призывает клиентов пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдая социальную дистанцию 1,5-2 метра. Православные отметили один из главных праздников – Троицу и Духов День. Из-за пандемии коронавируса службы проходят практически в пустых храмах и только с участием священнослужителей. В чем значимость этих двух праздников и что они значат для православных людей? Ольга Савенко с подробностями. Много замечательных праздников имеется в Русской Православной Церкви. Самый выдающийся и преображающий человека – это праздник Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и второе название – Пятидесятница. У древних христиан это был второй по значимости праздник после Воскресения. Две тысячи лет назад в Иерусалиме, в Сионской горнице, в которой Христос совершил свою последнюю тайную вечерю, собрались Его ученики с Богородицей. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. И явились им разделяющиеся огненные языки, и опустились по одному на каждого из них. Согласно книге «Деяния апостолов», которая входит в Новый Завет, на них сошел Дух Святой. Апостолы начали говорить на других языках. Этот день считается днем рождения Церкви. Все те люди, которые в этот день находились в Иерусалиме, слышали проповедь апостола Петра и всех остальных апостолов. И в этот день крестилось более трех тысяч человек. После проповеди люди услышали благую весть о Христе и приняли святое крещение и веровали в их Христа. И этот день является днем рождения Церкви. После совершенствия Святого Духа ученики Христа начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедовали соблюдать это правило всем христианам. На Руси же Троицу начали широко отмечать лишь в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преподобном Сергии Радонежскому. На Троицу примета украшать свои дома веточками березы, травами и цветами. Они напоминают нам о том, что под действием благодати Божией душа каждого человека может расцвести пышным цветом любви, добра, веры и надежды. И даже некоторые молитвы священнослужитель читает с букетом в руках, как символ новой жизни, новой крестьянской Церкви. В этот великий день после литургии слушается вечерня, во время которой единственный раз в году трижды читаются колено преклоненные молитвы, удивительные по своей красоте и глубине. Их в IV веке составил святой Василий Великий. Впервые после Пасхи поют молитву Царю Небесный. Это молитва Святому Духу. Не случайно в этот день белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняются на зеленые. Зеленый цвет в православии – символ Святого Духа. Его праздник отмечают на следующий день после Троицы. Он так и называется – День Святого Духа или Духа в день. Искренне от всей души хочется в День Святого Духа поздравить всех наших православных братьев и сестер с этим знаменательным днем. И в этот день пожелать всем доброй, хорошей, крепкой веры. Как утверждает Церковь, Святой Дух действует в каждом из нас. Нужно только услышать Его, услышать Его голос и следовать за Ним. И тогда окружающий мир наполнится красотой и гармонией, а в душе поселится мир, тепло и покой. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, в этот день Господь протягивает человеку свою руку. Дай ему свою. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Туркисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Анка с Молдаванки». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова